Есть очень интересная и болезненная для многих тема, тема невинных страданий. Почему умирают дети? Почему они страдают? Почему так много беззакония? Почему цунами уносит жизни сотен тысяч людей? От чего падают самолеты? Как так? А где Бог? Вот лейтмотив. Бог всегда с нами. Бог любит нас. Это аксиома. Вопрос в том, что человек себя отдаляет от Бога. И если брать в разрезе целое общество, то постепенно, отдаляясь от заповедей, данных Творцом, мы лишаем себя смысла жизни. А Бог ревнив. А Бог хочет, чтобы мы были рядом. А Господь, как наш Творец, ожидает нашего совершенства. И он не может наблюдать отстраненно, как человек губит, мучает, убивает себя. Сказано, разумный человек, ему мало надо для вразумления. Ну, ошибся, подул ветер, условно говоря, а он уже все понял, и ничего ему больше объяснять не нужно. Бывает человек, который закоснел немножко, погрубее. Ну, тому, значит, вот там замечание, выговор с занесением в личное дело, как было раньше при советской власти. Если невменяемый человек, значит, ну, вот тогда Господь с помощью каких-то обстоятельств людей лечит палкой. Палкой лечит. Вот Исайя, пророк, говорит о еврейском народе, обращаясь к людям. Ну, как же так? Ну, сколько же можно отходить от Бога? Все вы избиты, нет живого места. Поля опустошены, женщины, дети уведены в полон. Ничего живого места нет. И все продолжаете. Что ж такое делается-то? Какая палка вам нужна? Вот. Это не потому, что Господь любит палку. Нет. Просто всему свое время и место. И когда нас посещают катаклизмы, беды, падающие самолеты, волны цунами, какие-то потрясения общественные, знайте, что за этим стоит беззаконие человеческое, которое начинает умножаться в геометрической прогрессии. Наши предки, когда стали наступать монголы, начиналась татаро-монгольская ига, они, видя все это, видя наступление, видя могущественного врага, говорили, Господи, по делам нашим судишь нас. Мы виноваты, мы согрешили. Они правильно думали. Абсолютно. А сегодня мы начинаем юридически копаться в этих вопросах. А где был Бог? А где ты был, когда творил беззаконие конкретное? Где ты был? Господь все видит. Почему страдают невинные дети? Говорят нам люди. А вот этот вопрос, как непростой, имеет правильный ответ лишь в проекции вечности. Дети страдают. Им попущено страдать. Это невинные страдания, правда. Им попущено Богом страдать за наши грехи, чтобы мы через страдания детей исправили свой путь. Если ребенок рождается уродом, горбатым, со склонностью к алкоголизму, например, да, если родители погрязли в этом деле, кто виноват? Бог? Он и она, родители, так сказать. Поэтому человек безответен во всех человеческих бедах. В бедах этого земного мира стоит человек, как первопричина. Понятно, что дьявол его. Дьявол и такая задача. У бесов тоже. Но у человека еще не парализована до конца свободная воля. Вот пусть ей пользуются. И тогда подобные вопросы никогда больше не встанут на повестку дня.